29 октября исполнилось 100 лет комсомолу. В этот день был создан Российский Коммунистический Союз Молодежи, который оставил весомый след в жизни многих хантамансийцев. Для них в культурно-досуговом центре Октябрь организовали настоящий слет ветеранов-комсомольцев. О том, кто его посетил и какими воспоминаниями поделились участники, расскажет наш корреспондент Ксения Калинина. Это дружба моя, это юность моя, с ним так много дорог я прошел. Это память моя, это воля моя. Комсомол, Комсомол, Комсомол! Столетию Комсомола посвящается. Комсомол или ВЛКСМ – это организация, которая учила молодых людей Советского Союза добру, справедливости и честности. Она просуществовала более 70 лет и оставила заметный след в жизни всех участников, у которых всегда были общие цели и ценности. Комсомольцы выросли настоящими романтиками и патриотами, новаторами и первопроходцами. И до сих пор не перестают удивлять своей энергией, энтузиазмом и самоотдачей. Я бы хотел, чтобы идеи объединения молодежи использовались и в наше время. Молодежь нужно действительно объединять и нацеливать на какие-то высокие благие цели. Комсомолу это удавалось. Этот опыт нельзя забывать. Именно поэтому сегодня собрали такое количество людей, кто был когда-то причастен к этой комсомольской организации. Слёт ветеранов-комсомольцев Ханты-Мансийска объединил более 400 человек. Для них в культурно-досуговом центре работал парк славы эпохи комсомола, выставка атрибутики и фотографий, фотозоны и буфет. Со сцены комсомольцев поздравили агитбригада ветеранов городского комсомольского актива, отряд юно-армейцев и творческие коллективы. Гости с удовольствием общались между собой и вспоминали истории из комсомольского прошлого. Мы вот были, сажали деревья у храма в воскресенье, и там были детки, армяне, мальчишечки, девочки были. Как у них развит патриотизм, как они пели песни про свою родину, как они пели про Россию. И вот знаете, дух захватывает, слёзы прошибают. Я хочу, чтобы вот это вот, маленькие вот эти детки выросли такими патриотами, как мы. Впервые комсомольская ячейка в селе Самарова зародилась в 1919 году. Местные комсомольцы вносили вклад в восстановление и развитие отрасли сельского и промыслового хозяйства. Оказывали помощь голодающим, боролись с беспризорностью и неграмотностью, создавали школы-ликбезы, избы-читальни, народные дома и клубы. К 1926 году Самаровская организация стала самой крупной среди комсомольских ячеек Севера, а к 1965-му всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Старые вот эти комсомольские вояки, конечно, они ещё вспоминают это всё дело. Того государства, конечно, уже нет, не вернёшь. Реанимации уже, конечно, не годят, но пока мы живы, мы будем помнить об этом, но будем передавать по наследству свои воспоминания и идеи какие-то. В Ханты-Мансийске руками комсомольцев были построены 11 спортивных площадок и городков, комплекс геолог, школа в селе Кышек, жилые дома, дороги и дом культуры «Октябрь». Все эти сооружения до сих пор пользуются популярностью и напоминают жителям окружной столицы о силе и значимости молодёжного движения советской эпохи. Ксения Калинина, Станислав Богомазов, телевидение «Ханты-Мансийска». Ксения Калинина, Станислав Богомазов, телевидение «Ханты-Мансийска». Ксения Калинина, Станислав Богомазов, телевидение «Ханты-Мансийска».